Встреча Машкова и Гедывана Которая снималась, как известно, в Москве На проспекте Калинина Ныне улица Новый Арбат Вот я и на Новом Арбате Как я прочитал в интернете Магазин, куда шел дядя Вова По поручению жены за хлебом и макаронами Находился в доме 28 Так, я здесь Дом 28, дом 26 Вот сюда надо идти Странник стоял на углу возле дома 26 Вот Новый Арбат, дом 26 Будем считать, что прораб Владимир Николаевич Шел мимо дома 26 к дому 28 И я пройду немного этим путем Вовка, за хлебом с бега я забыла Да, и макароны захвати Люсенька, родная Зараза, сдались тебе эти макароны Товарищ, там человек говорит, что он не на блондяне Надо что-то сделать Звони внутренне Нет, обозонник, только он почти босой Простудится Здравствуйте Здравствуйте Вот на этом углу и стоял странник Забавное совпадение Рядом с домом 26 Сейчас тоже одиноко топчется на морозе Не одинокий странник, однако А некая дама Но это в духе времени В современном кино Странника не иначе сделали бы странницей Кем бы были прораб дядя Вова И Гедыван Александрович В современном кино Я даже представлять не хочу О, или другая версия Странник так не вернулся домой Опять контакты перепутал На его поиск отправилась его жена С этого начнется продолжение Кинзадза Шутка Фантазия А вот и дом 28 Сейчас в доме 28 расположены рестораны Не могу не озвучить свою любимую шутку На тему фильма Кинзадза Если бы я снимал продолжение Кинзадза Как вы его снимете? Вы же не режиссер Ни в коем случае Но все же Пофантазирую Я бы назвал фильм продолжение Кинзадза 502 Кук наносит ответный удар Они свалились из ниоткуда Требуется Смеяне Кстати, что сегодня на обед? Как без пирожка? Ну вот. И, конечно бы, заключение кинза-за эпизод 3. Возвращение прораба. А вот и так. Я сделаю то, что должен. Дядя Вова, ты вернулся. Почему такие названия фильмов? Ну, вы поняли. Зайду во внутренний двор дома 26. Вот так это выглядит. Забавно, что иногда при просмотре фильма кинза-за лично я почему-то ассоциирую героя дяди Вовы из кинза-за с другим героем, которого играл Станислав Любшин в известном советском фильме киноэпопеи «Щит и меч». Советский разведчик под видом прораба Кинза-Дза. И про маму там было, кстати. Шучу, конечно, хотя не буду развивать тему. В целом идея понятна. Шура, сынок! О, ресторанчик «Негарюй». Отсылка к одноименному фильму режиссера Георгия Данелия. Подчиваться в ресторане «Дома 28» я не стал. Цена за чайник чая в ресторане «Обого». Что говорить, это же Москва и Новый Арбат. Интересно, что если перейти на другую сторону Нового Арбата, то оказываешься на месте, где, как я тоже прочитал в интернете, снимали эпизод из еще одного легендарного советского фильма «Гости из будущего» режиссера Павла Арсенова. А именно сцену, где космические пираты, крыс и весельчаку, поджидают Алису и заодно прикупают антиквариат на проспекте Калинина. Да, в советское время здесь росли настоящие деревья, а теперь искусственные. Как только Алиса с подругой появляются в поле зрения пиратов, начинается погоня с видом на советский проспект Калинина. Ныне Новый Арбат. Он, кстати, один из символов проспекта Калинина в советское время. Здоровый глобус на угловом здании. И поныне там. Вот так и получается, что от антиутопии в Кинзадзе до утопии в будущем «Гости из будущего» можно сказать через дорогу. Дорогу Нового Арбата. Вот такая Кинзадзе. Из будущего. Шура. Шура. Сынок. Шура. Шура. Продолжение следует...